Выбирая автомобиль в 2020 году, многие хотят получить от него максимально универсальное использование. Чтобы можно было с комфортом разместить в нем всю семью, загрузить полный багажник вещей и выехать, к примеру, на природу. Перевезти мебель, если вдруг у вас ремонт, ну и вообще, чтобы он выглядел, ну как минимум, ну современно. В этом году в Казахстане появился новый игрок с компактным кроссовером Chevrolet Tracker. И сегодня мы проведем один день с ним. Посмотрим, насколько он универсальный и подходит под наши задачи. Вот у нас как раз реальная ситуация в жизни. Мы едем утром по пробкам, тянемся по такому самому загруженному проспекту в нашем городе. И у меня есть время и возможность рассказать вам про такие эстетические ощущения от автомобиля внутри салона. Мне нравится, как выглядит интерьер. На самом деле автомобиль-то выпускался уже с 13-го года в дорестайлинге. Это фактически рестайлинг, который вот сейчас пришел на наш рынок и является новым автомобилем. Поэтому архитектура салона осталась такая, которая вот была модна на 13-й год. Но несмотря на это, здесь вставили большую мультимедиу в головное устройство. Все расположение органов управления и вообще все по салону здесь на самом деле современно выглядит. Двухцветная расцветка салона. Также есть кожаные вставки на панели приборов. И этот на самом деле омолагает немножко салон и делает его современным. Ну и первое, что важно, наверное, в современном кроссовере, это удобно расположиться за рулем и иметь хорошую обзорность. И здесь на руку трекеру играют два фактора. В единственной комплектации, которая представлена на нашем рынке, есть уже те опции, которых нет у конкурентов за эти же деньги. Это электрическая сидушка, которая позволяет вам удобно расположиться. Ну и регулировка руля по высоте и по вылету. Это тоже большой плюс, которых нет у конкурентов. Далее, хорошая обзорность, которая достигается благодаря большому лобовому стеклу и вот таким форточкам в дверях, которые, опять же, уменьшают слепую зону на стойках. Таким образом, вы всегда видите пешеходов, которые проходят по пешеходному переходу, когда вы поворачиваете, к примеру. А далее идут уже опции, опять же, которых нет у конкурентов за эти деньги. Бесключевой доступ в автомобиль, запуск ключа, пуш-старт, автоматическое включение ближнего света, круиз-контроль, голосовое управление мультимедиа, которое, кстати, здесь поддерживает Apple CarPlay, Android Auto. Единственное, чего мне не хватает, это, наверное, беспроводная зарядка, к которой мы уже привыкли в современных автомобилях. Я пересаживаюсь с большого кроссовера на компактный кроссовер в 2020 году. Что я замечаю, да? Мне действительно нравится управляемость и как вот он, Юрка, двигается по городу, как здесь четко понимаешь границы автомобиля, то есть ощущение от автомобиля для девушек, и вот кто первый раз там садится за руль, наверное, хорошие будут, потому что вы знаете, где заканчивается капот, вы хорошо видите боковые зеркала, вы хорошо чувствуете зад, и благодаря камере заднего вида с активными разметками тоже это все хорошо прослеживается. Но, что присуще, опять же, классу компактных кроссоверов, класса B, это шумность в салоне. Шум действительно есть, и он в первую очередь слышен от резины. Но немаловажно, чтобы в современном компактном кроссовере, в том числе и универсальном автомобиле, были понятны и простые агрегаты. Здесь в трекере с этим делом все в порядке, потому что установлен бензиновый атмосферный двигатель 1,8 литра на 140 лошадиных сил, и классический шестиступенчатый гидротрансформаторный автомат. И это на самом деле важно, потому что вы хотите купить автомобиль, который не будет доставлять вам проблем как в обычной эксплуатации, так и в ремонте, если вдруг вы с таким столкнетесь. Еще один интересный момент, опять же, с практической стороны, это огромное количество резинок, которые защищают подкапотное пространство от грязи. Честно говоря, замечая в этом автомобиле, сейчас мы видим, что очень часто на это не обращают внимания, но в Chevrolet заморочились. Смотрите, есть над фарами резинки, есть отдельные резинки под капотом, которые, опять же, защищают, вот если мы закроем капот, подкапотное пространство от попадания туда грязи, то есть фактически воздух с засасываемой через решетку радиатора сразу попадает в воздуховод, а сама решетка радиатора, если вы видите, она глухая. И это очередной показатель того, что инженеры практически конструировали этот автомобиль. Вы не будете лишний раз сюда залазить с целью, там, помыть подкапотное пространство или вообще, в принципе, лишний раз его открыть. Фактически открыли, долили омывайки и поехали на сервис согласно регламенту. В комплектации установлены передние и задние противотуманные фары, но если вы заметили, в фарах ближнего света установлены галогеновые лампы. Но если вы смотрите моих российских коллег-блогеров, то вы уже, наверное, знаете, что вот такие линзованные галогеновые фары светят лучше, чем современные диодные в рефлекторной фаре. И это уже подтвержденный факт, поэтому, мне кажется, лучше иметь хороший ближний свет с галогеновой лампой, чем весьма посредственный диодный, но в рефлекторной фаре. И, как я уже говорил, у нас представлена одна комплектация на рынке, но это является топовой среди тех, которые доступны на тех же рынках, к примеру, Узбекистана или Кореи. Называется она премьер, поэтому сейчас мы имеем диодный повторитель в боковых зеркалах, диодную заднюю оптику, конечно же, рейлинги на крыше, парктроники и камеру заднего вида. Согласитесь, эти те опции, которые необходимы к современному автомобилю, и при этом они здесь идут сразу по умолчанию. Объем багажника составляет 356 литров, ну а при сложенных сидениях второго ряда у вас получается огромное пространство в 1370 литров. Но давайте будем честны, мне никто из вас даже, наверное, не представляет, сколько 1370 литров пространства в салоне. Давайте вот ситуация из жизни. Вы купили новую квартиру, вам необходима техника, за которой вы поехали в магазин, купили холодильник, телевизор, и теперь все это дело вам необходимо отвезти из магазина электроники домой. Понятное дело, что в седан это вы не разместите, как бы вы это ни хотели, просто потому что конструкция багажника там совсем другая. У нас есть Chevrolet Tracker и у нас есть холодильник. Ну, на самом деле, это коробка от холодильника, но понятное дело, что она и покажет, сколько у нас места в багажнике. Закидываем в холодильник, закидываем телевизор. Кстати, 43-й диагонали. И все, вы спокойны, едете домой. Это и есть те самые 1370 литров, чтобы вы понимали именно уже предметно на практике. Здрасте. Здрасте. Что, что, новая машина, да? Я не мешаю? Давайте уже теперь, да, теперь уже давайте поговорим. Чья сборка? Казахстанская. Теперь уже собираются в Казахстане. 1,8, шестиступенчатый автомат, 7,790. Все вопросы сразу, да, ответил? А что, где, какой канал? Прям забейте Chevrolet KZ или Тимур Мустафаев, и там и там выйдет. Тимур Мустафаев, да, прям в YouTube. Тук-тук-тук-тук-тук, и я выйду. Посмотрю. Давайте. Ну, если у вас вдруг груз не поместился в багажнике, всегда есть возможность закрепить его на крыше, на рейлингах, которые опять же ждут по умолчанию в этой комплектации. Будь то велосипед или там огромная дверь, которую можно перевозить в ремонте. Что касается места для пассажиров второго ряда, что немаловажно в компактных кроссоверах этого класса. Напомню, что это B-класс. И мой рост составляет 187 сантиметров. Водительская сидушка отстроена под меня, и у меня на самом деле хватает пространства для того, чтобы удобно здесь усесться. Имеется даже небольшой запас. Большой запас для ступней и небольшой туннель между сидениями второго ряда. Да, здесь нет USB-зарядки для мобильных гаджетов пассажиров второго ряда, и даже нет подогрева на втором ряду сидений, чего я хотел бы получить, конечно, в автомобиле в этом классе. Но мы имеем подлокотник с двумя подстаканниками, три подголовника и вполне себе удобное расположение, опять же, на втором ряду сидений. Есть кармашки в передних сидениях, крепление детских кресел изофиксы. На самом деле даже двум взрослым людям здесь можно будет вполне себе комфортно расположиться в дальней дороге и при этом не испытывать каких-то дискомфортных чувств. Опять же, если у вас какая-то неудобная конструкция салона или еще что-то не продумано. В трекере все делали давно, с умом, и поэтому, мне кажется, это большой плюс, опять же, для этого класса автомобилей. Я решил поддержать водовоз челлендж и узнать, сколько помещается бутылочек 0,5 воды в этот новый Chevrolet Tracker. Итак, у нас две помещаются в передние двери. Две там, две там. Четыре места для бутылок в подлокотнике. На самом деле здесь еще есть место для пятой бутылки, но мы не будем читерить. Далее. Четыре, две, две. Итого восемь бутылок спереди. Сзади у нас по одной бутылке в дверях. Несмотря на то, что здесь большие кармашки, всего лишь одна бутылочка 0,5 помещается в дверь. Еще две в подстаканниках. Итого раз, два, три, четыре. И по три бутылки помещаются в кармашки передних сидений. Десять бутылок. Три, три, шесть. И четыре, десять бутылок сзади. Итого десять плюс восемь, восемнадцать бутылок воды помещается в салоне Chevrolet Tracker. Еще один немаловажный, но практичный момент, который, к сожалению, некоторые автопродавители упускают, это дверь, которая закрывает здесь полностью порог. Мы имеем резинку не только на самой двери, но и на самом пороге. Таким образом, ваши штаны при посадке, опять же, в автомобиле, выходе из него не будут грязным даже в слякотную погоду. И это, опять же, практично и удобно. Но для того, чтобы измерить его внедорожные характеристики и то, как он ведет себя на гравийке, на бездорожье, мы сейчас выйдем специально на эту локацию и покажем, как он ведет себя в тех условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, честно говоря, трекер нас приятно удивил. Автомобиль повел себя очень уверенно при штурме бруствера, но все-таки короткая база, большие колеса и маленькие свесы положительно сказываются на проходимости автомобиля. Даже в таких вот довольно серьезных препятствиях. Но нам получилось вывесить автомобиль на диагональном вывешивании и даже жесткость кузова на кручение тоже показала себя с неплохой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, покупая компактный кроссовер, вы хотите, как минимум, чтобы он был проходимым, чтобы можно было выехать на нем с семьей куда-то за город, посмотреть достопримечательности ваши, к примеру, Алматинской, той же самой области. И да, в трекере здесь есть несколько интересных моментов. Во-первых, 18-колесные диски с маленьким 55-м профилем говорят о том, что автомобиль изначально не расположен к внедорожью. Но короткие свесы, плюс 168 мм клиренс автомобиля и вполне себе премиальные шины Continental Conti Premium Contact 2 в связке дают неплохую проходимость. Все это вкупе дает вам возможность действительно заехать в легкое бездорожье. К примеру, вот там, на самом берегу озера, куда вы можете максимально близко подъехать. И на самом деле больших претензий к внедорожным характеристикам у трекера у меня, ну, нету. Итак, что мы получаем в трекере по цене в 7 миллионов 790 тысяч тенге, что на сегодняшний день составляет примерно 18 тысяч долларов. Ну, здесь, наверное, лучше сравнить с конкурентами. И главный и основной конкурент на нашем рынке – это Hyundai Creta. По цене в 7 миллионов 590 тысяч тенге не будет иметь большинства опций, которые есть в трекере. Такие как бесключевой доступ, пуш-старт, дистанционный запуск двигателя с ключа, автоматическая регулировка водительского сидения, автоматический ближний свет, диодная оптика сзади, диодные дневные ходовые огни спереди, линзованная оптика – всего этого, конечно же, не будет в крете. Как и камеры заднего вида, парктроников и так далее. Поэтому, если сравнить по комплектациям, однозначно трекер выигрывает. Из минусов я бы отметил только отсутствие возможности выбора полного привода, ну, возможно, беспроводной зарядки и, наверное, все на этом. Но давайте будем честными. Я езжу на кроссовере последние 6 лет с полным приводом и воспользовался этим самым полным приводом всего раза три, наверное, за все это время. И как мы сегодня увидели, трекер справляется с легким бездорожьем, что достаточно в 99% случаев владельцам автомобиля, которые ездят большинство времени по городу, ну, и там, выезжая за город для каких-то небольших поездок с семьей. Поэтому, я думаю, что есть смысл рассмотреть к покупке трекер, тем более, если вы ищете современный компактный кроссовер B-класса за адекватные деньги. Субтитры добавил DimaTorzok и так, что мы имеем по итогу одного дня с Chevrolet Tracker. Как выяснилось, автомобиль действительно универсальный и подходит под многие задачи в рамках городского использования. К примеру, утром вы можете развести своих детей в школу или сад, самому добраться на работу, а выходные собраться всей семьей и выехать на легкое бездорожье, где автомобиль тоже не спасает. Ну, и вечером вы можете встретиться с друзьями и вам не будет стыдно за внешний вид автомобиля. А это большой плюс в этом классе, потому что автомобили, которые конкурируют с Chevrolet Tracker, в классе компактных кроссоверах, как правило, либо выглядят не очень, либо имеют очень слабый набор опций. В Chevrolet Tracker с этим все в порядке. Ну, а сама компания Chevrolet сейчас активно участвует в жизни в социальных сетях и постоянно проводит акции. К примеру, совсем недавно была скидка на Chevrolet Malibu 2 миллиона тенге. Вы видели мой недавний обзор на этот автомобиль, поэтому предлагаю вам подписаться на аккаунт Chevrolet и следить за новостями. Ну, а если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на мой канал, а я буду продолжать вас радовать такими видео. До встречи!